Денис, приветствую тебя! Привет всем! Традиционная встреча для четверга, с самого утра, под закрытие недели, можно сказать, обсуждаем рынки, говорим о самых интересных возможностях, технических, фундаментально подсказываем нашим подписчикам, что можно использовать в моменте. Тебе очень большой вопрос, прям с моей стороны, как специалист технического анализа, что ты думаешь по индексу доллара, который настойчиво карабкается вверх, обновляет локальный максимум, плюет на все, что связано с фундаментальным фоном, и я сегодня даже на своем брифинге рассказывал, что сейчас по доллару такая ситуация, что он растет, потому что трейдеры считают, что ФРС будет повышать процентную ставку, и он растет, потому что ФРС считает, потому что трейдеры считают, что ФРС не будет повышать процентную ставку, и если он не будет повышать процентную ставку, значит американская экономика избежит, скажем так, жесткой посадки, экономического спада и так далее, что, в конечном счете, через улучшение общих фундаментальных показателей будет позитивно для доллара. Ну, вот такой логикой, конечно же, можно объяснять любое движение и все, что происходит на финансовых рынках. Мне не очень импонирует такой фундаментальный анализ, я все-таки придерживаюсь какой-то конкретной позиции, и раньше отстраивал свое убеждение, потому что долларом должно произойти, как раз ориентируясь на действия Федрезерва. И сейчас, когда мы получили слабый отчет по рынку труда, но он фармперлс, когда видим больше свете из того, что инфляция снижается, мое субъективное убеждение совпадает с тем, что мы видим сейчас по инструменту FedWatch Tool, указывающий на то, что ФРС не пойдет на повышение процентной ставки, потому что вероятность, ну, крайне низка. В сентябре она вообще стремится к нулю, в ноябре, я думаю, что тоже не повысит, потому что три месяца подряд мы наблюдаем за слабым рынком труда, говорим о том, что экономические условия ухудшаются. Вот единицный отчет более-менее хороший, это вчера по индексу АСМ в сфере услуг, который произошел ожидание экспертов, но одним отчетом, как бы, общую картину в целом не исправить. И, на мой взгляд, вот мне кажется, что индекс доллара сейчас очень сильно перекуплен, прям очень сильно. И я жду с нетерпением данные по инфляции, которые, кстати говоря, выйдут до нашего с тобой следующего эфира, в среду, по-моему, 13 сентября. И в четверг мы с тобой уже буквально через день после этого сможем поговорить о том, что с долларом может произойти дальше, имея уже на руках. И данные по Non-Farm Payals и отчет по инфляции. И вот из этого можно уже будет сложить какую-то железобетонную фундаментальную позицию в контексте того, что ждать от курса американского доллара. Я думаю, что доллар может развернуться в любой момент, учитывая его значительную перекупленность. Далее к демонстрации Ханты. Перейдем. Так, видно уже? Да, видно. 104.90 текущей котировки. Но мы видим то, что на азиатской сессии снова пытаются откупить этот инструмент и уже затащить его выше отметки 105. Как уже отметил, считаю, что пора его уже спускать на землю. И пора бы на рынке появиться достаточному триггеру для того, чтобы мнение трейдеров изменилось и триггеру, который был бы достаточен, чтобы сбить индекс доллара сначала ниже 104 фунтов и потом потенциально еще ниже. Так, что касается золота. Текущей котировки 1917 долларов за трость к лунцу. Я в последние месяцы очень большое внимание уделяю рыночному сантименту и каждый раз отстаиваю позицию по золоту. Как раз руководствует простой логикой, что если мы видим, где находится большинство, то поступаем против большинства. И сейчас, если говорить о рыночном сантименте, толпа находится в длинных позициях, то есть развернулись мы с конца прошлой недели, 70% трейдеров золота покупают. И мы видим то, что последние несколько дней золото локально снижается уже к европе 1918. Еще вот это нисходящее движение также поддерживает рост доходности американских облигаций, что логично, если мы наблюдаем рост индекса доллара. Нет пока что факторов, которыми можно было бы фундаментально оправдать интерес к золоту, поэтому как косрочно я бы рекомендовал сейчас рассматривать этот актив через шартовые сделки с целью потенциального возвращения к поддержке 1900 долларов за тройскую уносу. Но это только лишь косрочный трейд, потому что долгосрочный, как я уже отметил, я рассчитываю на снижение курса американского доллара, что может тут же отправить золото к локальным максимумам. Поэтому если, друзья, среди вас есть те, кто находится в длинных позициях, на долгосрок контролирует плечо, риск-менеджмент, то вам, конечно же, метаться сейчас не нужно. От поиска каких-то косочных возможностей стоит придерживаться прежней позиции. Ну а для тех, кто хочет рискнуть, думаю, 18 долларов – заманчивая цель на ближайшие торговые сессии с оглядкой именно на действия сантимента и действия толпы. Так, рынок нефти еще. Очень, на мой взгляд, предсказуемый рост, в частности, цены уже выше 90 долларов за баррель. Как мы знаем, полностью этот рост сейчас объясняется однозначным таким поддерживающим фундаментальным фоном. Это решение Саудовской Аравии продлить действие добровольного сокращения производства нефти на 1 миллион до конца года. Россия снизила также добычу нефти на 300 тысяч баррелей. И страны ОПЕК дополнительно согласовали снижение производства аж до 2024 года, до конца 2024 года на 1,6 миллиона баррелей. Поэтому сейчас идеальные условия, чтобы говорить только лишь о вот этом потенциальном дефиците, который, на мой взгляд, прямо уже совсем очевиден. Также сегодня еще данные по запасам нефти США. Напомню, что из-за ситуации, которая сложилась в Штатах сейчас с высокими ценами на топливо, администрации Байдена, по сути, властям приходится сейчас активнее продавать стратегические резервы. И это отражается в динамике запасов нефти. Вчера у нас был отчет от Американского института нефти. Мы увидели снижение запасов на 5,5 миллионов. Сегодня я допускаю, что официальные цифры от администрации энергетической информации могут быть похожими. И совсем не удивлюсь, если мы увидим цифры снижения на 10 миллионов и больше. То есть это еще один потенциальный фактор поддержки для котировок бренда. Моя цель – это продолжение вот этого ралли с ориентиром в 95 долларов и дальше. Какие-то другие валютные активы пока не добавляю в портфель, потому что хочется больше ясности по индексу доллара. Сейчас именно американская валюта управляет вообще настроениями и влияет непосредственно на все другие финансовые инструменты. Ну, разве что исключение пары доллар-иена, где по мере приближения к сопротивлению 150 в любой момент могут начаться валютные интервенции, которые ожидаются многими. Я бы смотрел как раз на уровне 148.50-150. Это для тех, кто хочет подсечь вот эту интервенцию и вместе с валютной парой прокатиться на нисходящем тренде, который, как в прошлом году, напомню, может превысить там 700-800 пунктов. Ну, я думаю, что о паре доллар-японская иена мы поговорим как-нибудь на последующих эфирах детальнее и подробнее. Денис, слово тебе. Хорошо. Так, отличненько, меня видно. Значит, несколько слов по поводу евро. Во-первых, евро сейчас, если взять вот чисто вот текущую ситуацию, находится в зоне опционного хеджа. То есть это те диапазоны экспирировать, за которые будет крайне невыгодно, кстати говоря, завтра, потому что завтра у нас экспирация 8 сентября, экспирация месячных валют, опционов. И частенько именно в этот день, там за день, либо в сам день экспирации происходит достаточно быстрый возврат. Дело в том, что по евро закладывают очень такое серьезное еще продолжение падения, то есть в район приблизительно 1.06. Прям вот очень четко видно, сюда происходят заливки. На следующий контракт с экспирацией 6 октября. То есть до 6 октября сюда запросто могут добить. Поэтому, смотрю, как я лично вижу эту ситуацию, что у нас текущих разворота не будет. То есть это будет как внутренняя коррекция. То есть коррекцию, да, я считаю, что с большей долей вероятности она действительно может пройти. Вопрос ее глубины. То есть могут дать им небольшую коррекцию, там в район приблизительно 1.07.80 или же 1.08, примерно там плюс-плюс-минус, да, в эту часть. И потом все равно с очень большой вероятностью добавить вниз в область 1.06. Потому что когда начинают закладывать по опционам интерес, а он достаточно крупный, если смотреть по цифрам, то есть это агрессивные рыночные участники, это правила маркетмейкеры, банки, крупные фонды, закладывают падение в район 1.06, то, следовательно, у нас туда цена чаще всего доходит именно до экспирации. Поэтому я считаю, что у нас будет классная возможность еще продать. Я вот на этой неделе, кстати, пытался здесь продавать, но, к сожалению, не дошло немножко до вот этой зоны для продаж. А сейчас фактически хеджевая зона, она не всегда разворачивает, но коррекцию все-таки делает весьма частенько. Поэтому я не думаю, что прямо с текущих пойдут вниз без отката. Скорее всего, откат как раз по технике запаса здесь могут дать, но стратегически вниз уже пойдут на достаточно серьезное перекрытие. Это да. При этом, если смотреть в разрезе индекса доллара, то здесь как раз этот момент хорошо просматривается. То есть приблизительно там условно вот такая коррекция, и после этого уже добой к стратегическому уровню сопротивления. Один из них цена уже достигла. То есть вообще по классике, конечно, делают чаще всего там ложный пробой, что-то подобие, как вот здесь вот, например, было. Но пока еще у нас этого не произошло, и мы не знаем, насколько сильно вообще будет, и будет ли вообще здесь откат. Они могут устроить потом вот такую штуку, то есть добить вверх. Мы видим, что само движение вверх, то есть рост, который начался еще в середине июля месяца, он практически безоткатный. То есть там маленький внутренний откат, там буквально процентов по 20-25 движения, то есть это несущественно. Там нету по 50%, чтобы откатили. Поэтому вот здесь вот, если влажняк даже нам в итоге сделают, то уже видно по тенденции, что будут стремиться вот сюда добивать. Если смотреть вот такой вот кросс-анализ между евро, то по евро как раз четко по опционам видно, то есть насколько глубоким может быть движение, куда именно реально ожидают. Внизу там практически вот ожидания пустые, то есть ниже ничего нет. В район 1.06, да, действительно есть. Естественно, это все может поменяться еще, имея в виду там залиться чуть ниже на 1.05, может и так далее. Но исходя из того, что есть именно на данный момент, то 1.06 это прям как реальная цель. И индекс доллара, собственно, в район примерно, давай округлим, где-то в район 106. Вполне возможно, действительно, что сюда добой будет сделан. По поводу золота. Золото у нас сейчас находится в очень интересной зоне. Это кульминационная зона, с которой вот четко видно и по объемам было сделано проталкивание вверх. То есть диапазон реально сильный. Я с него не спешу покупать. Почему? Потому что пока что реакции как таковой у покупателей нет. То есть в идеале, чтобы здесь небольшая такая вот проторговочка была, и отсюда стартанули вверх. Пытались, вот я вижу, пробить вот такую вот трендовую сопротивление. Били-били, но не добили. То есть сформировали возврат. Отсюда отскок вполне логичен. Здесь у нас зонка вращения как раз была. Но с тех продаж, которые здесь вот были, я вот лично на ретесте вот это вот входил, то с них уже полностью вышел, потому что было непонятно, как будет проходить именно вот этот диапазон. Следующий, да, конечно же, есть, но он находится пониже. Примерно, кстати говоря, его правильно подсветил, в районе там 1890-1900, потому что, судя по движению котировок, то какие-то недобои даже делаются. Поэтому да, где-то вот в этой области они могут сюда добить, может даже я бы сказал в районе 1890, и затем уже отсюда стартануть дальше вверх. То есть что-то наподобие вот такого движения. Поэтому здесь я не спешу, пускай хотя бы торговку сделают, и потом на ее пробой можно будет вверх работать. Ну а так цена у нас почти дошла до одной второй маржи. Вот у нас одна вторая маржинальная зонка, ее очень четко, красиво видно. Это как дополнительная поддержка здесь будет. Что касается нефти. Помнишь, в прошлый раз мы как раз говорили по нефти, о том, что цена может двигаться, добивать вверх и без существенных откатов. Ну, собственно, это у нас было конец, по-моему, 31-го, кажется, да? Да, 31-го августа у нас это было. То есть где-то по времени вот здесь мы с тобой проводили наш брифинг. И говорят о том, что либо через откат, и потом погонят дальше вверх, либо буквально без отката могут полностью вверх улететь. Ну, собственно, улетели без отката. Сейчас, ну, на что происходит? Локально небольшой вот разворот на коррекцию с опционной зоной проторговки, вот она совсем небольшая, на самом деле, в районе 88-ми всяких рублей. При движении вниз у нас общая концепция никак не меняется. То есть я считаю, что тоже продолжение роста у нас наиболее здесь вероятно будет. Здесь реальные цели, но это такие вот среднесрочные. Может быть, их в сентябре или в октябре достанут. То есть по фактору времени здесь весьма сложно говорить. Находятся в районе там 92,5-93,5. То есть это стратегические максимумы. Вот мы четко видим, откуда они взяты. Это еще с прошлого года, с октября месяца. Будут символичные, если в октябре их как раз и зацепят. Вот так октябрь-ноябрь. И хорошо видно, что это как область вращения. Вот с текущих, ну, здесь сложно очень что-то выделить, наверняка, потому что очень сильно размазано. Поэтому смотри, я лично думаю, что движение вниз у нас будет носить сугубо коррекционный потенциал. То есть что там могут откорректироваться. Вопрос, опять-таки, глубины. Я не думаю, что, честно, будет глубокая коррекция. Вот по опционам, но это где-то заливка может быть на 83-84. Вот где-то в этой области. Мы четко видим, где у нас одна вторая, где контрольная, но они прям ни туда, ни сюда попадают. Ну, плюс еще стратегические уровни предыдущие. И потом уже добой как раз по верхней границе восходящего канала будет просто замечательно, если вот такая вот картина произойдет. Поэтому, да, я полностью согласен с такими среднолаглосрочными целями на ближайшие пару-трих месяцев, что именно по марке ВТА, где-то 93, по бренду это практически под сотню. Примерно так получается. Высшие заливки тоже, конечно же, есть, но пока мы, чего не храна говорить. Так что через откат и погнали дальше вверх. Денис, спасибо тебе за рекомендации. Кстати, кстати, забыл один момент. Вот специально картинку открыл по поводу индекса доллара. Дело в том, что сейчас хеджи достаточно активно находятся в шортах даже на текущем росте индекса доллара, который у нас происходит. Я сегодня как раз об этом пост напишу. Поэтому, если проследить вот такую аналогию, то предыдущие подобные вещи, они чаще всего были предвестниками локальных разворотов. Поэтому здесь, кстати, соглашусь в плане того, что потом двинут вниз. Единственное, что могут еще добить выше, потому что мы знаем, что фонды в основном работают и через опционы, либо же опционы махеджируют. Поэтому, соответственно, у них немножко по-другому комбинация рисков составлена. Но вот этот момент, что фонды находятся именно в шортах, но это в определенную уверенность вселяет в то, что уже добой вверх не за горами. Слушай, ну да, очень интересно прям понаблюдать за тем, что будет с индексом доллара. Дальше. Спасибо тебе за вот эту визуализацию. Очень интересно тоже. Отчет по инфляции на следующей неделе, отчет, который точно игнорировать нельзя, он имеет большое значение для федеризирования. Ну, будет ли он иметь значение для индекса доллара, для продавцов этот инструмент, мы увидим уже в следующую среду. А в четверг как раз с тобой обсудим. Возможно, будут уже новые уровни и причины говорить о том, что индекс американской валюты уже реально добил те максимальные уровни, которых мог достичь. Теперь будем уже катиться вниз, выкупая рисковый инструмент. Денис, большое тебе спасибо, что подключился, обсудил на рынке со мной, помог мне разобраться с тем, что происходит с долларом. Ну, тебе тоже тогда хорошего закрытия недели, хорошего выходных, и увидимся в следующий четверг, и снова поговорим о рынках. Спасибо тебе. Спасибо тебе тоже успешно в закрытии недели. На всех случаях для подписчиков напоминаю, что на завтра экспирация по месячным валютным аукционам, и часто именно в этот день происходит достаточно большая волатильность, поэтому очень частенько действительно делают возврат. Поэтому, чтобы просто об этом помнили. Ну, это, конечно, традиционно прибыльное всем окончание торговой недели, и до скорых встреч. Пока-пока. Пока.